До проведения выставки Экспо в Астане остается чуть более 850 дней. Для Казахстана сегодня это один из самых ключевых проектов. И к мероприятию приковано особенно пристальное внимание. Во-первых, страна, заявившая о масштабной и глобальной теме «Энергия будущего», должна совершить технологический рывок, чтобы удивить мир собственными конкретными достижениями и новыми технологическими открытиями в области зеленой энергетики. А во-вторых, обеспечить достойную организацию выставки. Ведь, как известно, по значимости эти мероприятия сопоставимы с международными экономическими форумами, а по туристической привлекательности с популярными спортивными соревнованиями. Задачи стахановские – необходимо построить Экспо-сити, отвечающий современным требованиям и стандартам жилья и комфорта. И главное – возвести уникальное архитектурное сооружение – символ Экспо-2017. Уходящий год стал началом масштабных работ. Итак, чем запомнится 2014-й? В апреле в Астане на месте выставочного комплекса «Экспо-2017» состоялась символическая закладка капсулы. В торжественной церемонии принял участие Нурсултан Азарбаев. На участке земли в 174 гектара на левобережье таким образом был дан старт строительству объектов выставки. Как отметил президент, подобных комплексов в Астане еще не строили. Здесь будет фактически новый центр столицы с инновационными и умными зданиями. Большинство объектов будет обеспечиваться зеленой энергетикой, то есть силой ветра, солнца и других источников. И будет служить для наших ученых и молодежи местом проведения больших лабораторных исследований. Уже в мае начались основные строительно-монтажные работы. Через полгода мы посетили строительный объект, чтобы рассказать вам, что увидят гости и жители столицы в специально построенном выставочном городке. Главным объектом «Экспо» и ее символом станет павильон Казахстана. Это футуристическое здание в виде сферы высотой под 100 метров. Огромный шар – самый сложный объект. Его аналогов в мире нет. Есть сферы, только они меньше и без турбин. Его окружат международные, тематические и корпоративные павильоны. Всего на территории выставочного городка построят 38 объектов. Страны, удостоенные проведения выставки, всегда старались выстроить уникальные сооружения, которые могли бы запомниться. Символом всемирных выставок 19 века стала Эйфелева башня. В разное время на подобных экспозициях были впервые представлены лифт, телеграф, электрическое освещение, холодильные установки. Основательно готовятся к Экспо и Казахстану. Изобретатели ломают голову над заданной темой, использованием новых источников энергии. Строители над технологичными и современными конструкциями выставки. Объекты проектируются и возводятся практически одновременно. К концу этого года будет завершен нулевой цикл городка. Нулевой цикл входит в себя разработка земли, устройство свайного фундамента и возведение стен. Если заглянуть график производства работы и график подготовки проектной смертной документации, там все отражены. В первую очередь идет павильон Казахстана-Астана, в вторую очередь идет павильоны международные, а также тематические павильоны. Они все идут первоочередными объектами. Остальные объекты обслуживающие и не более сложные объекты мы начнем со следующего года. Для строительства привлечены две иностранные и три отечественные компании. Преимущество проекта в том, что все объекты после проведения выставки можно будет изменить, разобрать или перепрофилировать. То есть сноса зданий не потребуется. Павильоны переориентируют в бизнес-центры, жилые комплексы продадут. В целом генеральные планы здания были спроектированы с использованием принципов экологически, экономически и социально устойчивого дизайна. По проекту большая часть энергии, потребляемой посетителями выставки Экспо, будет получена из возобновляемых источников. А все здания представляют собой энергоустановки, использующие энергию солнца и ветра. Мы будем использовать солнечные батареи, ветровые турбины или винтовые, а также используемые диетермальные энергии, то есть подземные. Она будет использована по мере возможностей, в каком аспекте, с точки зрения экономической сельсообразности. Выставка продлится три месяца, с 10 июня по 10 сентября 2017 года. В мероприятии примут участие порядка 100 стран мира. Организаторы ожидают более 2 миллионов посетителей. Вход платный. Самый дорогой билет на выставку будет стоить примерно 25 евро. Группам и семьям сделают скидки. Обойдется Экспо Казахстану по предварительным данным в 3 миллиарда долларов. Как уверяют организаторы, проект окупаемый. Но истинная ценность выставки в другом. Подарить народу грандиозное событие и оставить будущему поколению уникальное наследие. Один из запланированных объектов на Астанинской выставке достижений – «Зеленый квартал». Комплекс умных зданий с видом на озеро, куда, возможно, будут прилетать лебеди. Совместно разработали британская, австралийская и казахстанская компании. Данный комплекс представляет из себя набор зданий из жилых зданий и административно-торговых помещений. Вокруг данного комплекса будут построены зеленые парки, искусственное озеро. Путем восстановления существующей рекреации применяться будут зеленые технологии строительства, которые сертифицируются по американскому стандарту ЛИД. А теперь мы находимся на объекте, где строится зеленый квартал. Сейчас ведутся работы подготовительного периода, а также земляные работы. Уже начался объем строительства в части свайного поля, забивка свай. Через два года мы увидим уже тот комплекс зданий, который был представлен на макете. Водоем на территории стройки облагородят. Установят мостики, построят набережную и пристани. Квартал «Зеленый» в буквальном смысле слова. На фасадах домов разведут сады. Чтобы корневая система не разрушала постройки, применят специальную систему подачи воды и минеральных веществ в почву растений. 13 зданий, из которых 3 бизнес-центра и 10 жилых домов, возводятся из бетона и кирпича. Все сооружения будут энергоэффективными, а это соблюдение особых правил строительства. Мы будем использовать локально альтернативные источники энергии с применением энергии солнца, с применением энергии ветра и земли. Зеленое строительство не предполагает полностью отключиться от естественных источников, ну, повседневных источников ресурсов, таких как центральное теплоснабжение или центральное электроснабжение. Потому что на сегодняшний день источники такой энергии требуют больших инвестиционных вложений. Поэтому мы предполагаем только сократить какую-то час потребления данной энергии с применением и солнечных панелей, и солнечных коллекторов. В «Зеленом квартале», утверждают разработчики, предусмотрены автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии, вакуумной канализации, управления бытовыми отходами и водными ресурсами. Растаявший снег, ливневую или другую грязную воду после нескольких степеней очистки можно будет использовать вновь, например, на автомойке или при поливе огорода. В дальнейшем вот эта вот эффективность от эксплуатации таких зданий, оно позволит людям понять, насколько это сокращает их расходы, эксплуатационные расходы. И здесь не только будут жители, но и люди, использующие бизнес-центры, а также торговые помещения. То есть это отразится на их будущем, на их расходах себестоимости в их услугах. Холодные потолки – еще одно ноу-хау «Зеленого квартала». Современная система кондиционирования позволит поддерживать высокий уровень комфорта в помещении. Датчики будут определять температуру и регулировать подачу тепла, кислорода и освещения. Дома «Зеленого квартала», говорят разработчики, – самостоятельный живой организм. Закончить строительство планируется к международной выставке «Экспо». Ежегодно в столице растет численность населения. В город съезжаются со всех уголков страны. И поэтому скорыми темпами вырастают новые многоквартирные дома, школы и садики. Так в Астане начата еще одна грандиозная стройка – новый железнодорожный вокзал. Величественный, неповторимый, уникальный. По проекту вокзальный комплекс характеризуется не только как железнодорожная станция, но и как главные наземные ворота столицы. Здание привязали к основной оси застройки. Ее образуют Ханшатыр, Пайтирек, Дом министерств, Аккорда, Дворец мира и Согласия, Монумент Казак-Елен. Главные преимущества будущего объекта – функциональность и энергоэффективность. В шестиэтажном здании помимо специальных помещений разместятся торговый и бизнес-центры, гостиница и даже развлекательный комплекс. В нижней части вокзала, будем говорить, что будет крытый автомобильный паркинг, призначенный для пассажиров, отъезжающих, так и для приезжающих. Допустим, если пассажир решил на короткое время, на пару суток отъехать с города в другой регион, он может здесь оставить свой автотранспорт. Конечно, за эту услугу будет платная стоянка. По приезду, для удобства, не искать другого транспорта, не предлагать кого-то еще, сам будет отъезжать со своим транспортом. Общая площадь комплекса более 180 тысяч квадратных метров. Часть энергии для обслуживания здания будет давать солнце. На крыше вокзала установят солнечные панели. Функции обогрева и охлаждения помещений будут выполнять геотермальные тепловые насосы, использующие землю как источник тепла зимой или радиатор в летний период. Талу и дождевую воду планируют собирать, очищать и использовать вновь уже в технических целях. Все эти разработки сейчас на стадии проекта, на стадии рассмотрения, на стадии проработки. Конечно, уже не секрет, что такие новые технологии будут здесь применяться. Вокзал станет новой точкой отсчета. Путь, по которому будут прибывать поезда, пройдет примерно там, где проложена старая железнодорожная ветка, обслуживающая промышленные предприятия. По проекту – крытая эстакада на 5-6 путей. Район подвергнут полной реконструкции. Большая часть промышленных предприятий, газонакопительные станции и другие производственные объекты уйдут под снос. Позже в районе нового пассажирского терминала появится жилая застройка. К зданию вокзала будет подведен общественный транспорт, а также скоростной трамвай, соединяющий комплекс с аэропортом. Принято решение о реализации проекта BRT – это быстрые автобусы. Будут, насколько мне известно, три этапа. Это аэропорт Левобережье. Левобережье в дальнейшем будет связываться с существующим железнодорожным вокзалом, существующим на данный момент, и вторая – существующий железнодорожный вокзал или Левобережье, но уже другим путем. Будет отдельно отведенная дорога для этого вида транспорта. Вокзал в эксплуатацию будет сдан в 2017 году. Его расчетная пропускная способность – 12 тысяч пассажиров в сутки. Но в так называемом режиме основного события в период проведения выставки – экспо. Новый железнодорожный вокзал сможет ежедневно принимать до 35 тысяч пассажиров. В ноябре в Астане прошла официальная встреча международных участников Экспо-2017. Это первое мероприятие с момента признания Казахстана в качестве организатора выставки. Познакомиться лично и заявить о себе в столицу Казахстана приехали более 200 представителей из 86 стран. Обязательный гость подобных встреч – генеральный секретарь Международного бюро выставок Висенте Лассерталис. После обретения независимости Казахстан доказал свою возможность успешно проводить многие крупнейшие мероприятия и зарекомендовал себя в качестве ведущей страны региона. Сегодняшнее совещание ставит перед собой задачу, которая превратит Астану в 2017 году в уникальную и своеобразную форму международного сотрудничества. Выставка Экспо-2017 даст ответы на вопросы об устойчивом удовлетворении и постоянно растущих потребностей в энергии. Главная тема предстоящей выставки – энергия будущего. Обсуждать планируется и проблему выбросов углекислого газа в атмосферу. Зеленая экономика должна начинаться с каждого, считает глава центра ОБСЕ в Астане Наталья Зарудная. От нас зависит, какую планету мы оставим нашим потомкам. Заинтересовать население в энергоэффективности можно, просто надо принять ряд мер. Первое – это стимулы для населения и для бизнеса в виде налоговых каких-то льгот, каких-то ипотечных льгот и прочее, чтобы людям это было выгодно вкладывать. А второе – это все-таки поднятие тарифов. Пока газ, вода будут стоить копейки, они не будут цениться, и никто не будет их экономить. С какими бы лозунгами и прекрасными программами мы не пытались этого добиться. Казахстан – огромная по территории страна. Для того, чтобы обеспечить энергией каждый уголок, необходимо проложить огромное количество газопроводов. А это миллиарды долларов. Минимизировать затраты можно, используя природные источники – солнце, ветер, воду. Альтернативная энергетика – это стимул для повышения стандартов жизни, делится Зарудная. Работая в Германии в качестве чрезвычайного и полномочного посла Украины, Наталья изучала вопрос развития экотранспорта. Я ездила уже на электромобилях. Я вам скажу, бесшумно, это даже опасно. И уже достаточно большая скорость развивает, и на длительном расстоянии. Если решится вопрос батарей, например, потому что все-таки это… То мы сможем, во-первых, использовать для зарядки электромобилей в ночное время, тогда, когда наибольшее, наименьшее потребление энергии. Может, это было бы сбалансированное потребление. С другой стороны, наши улицы, наши городов станут чище. В-третьих, фактически электромобили принадлежат в будущее. Вопрос в том, как быстро это найдется. Очень хотелось бы мне дожить до того времени, чтобы мы все пересели на электромобили, как, например, Япония это делает. Если есть приверженцы альтернативной энергетики, то всегда найдутся ее противники. Подобные форумы – площадка для дискуссий. Энергия стоит очень дорого. И это уже заставляет, скажем так, людей, во-первых, очень рационально использовать энергию. Во-вторых, это сами, скажем, все эти электрические устройства, цены на электрические устройства очень резко в последнее время упали, скажем так. Поэтому, так сказать, техника много доступна. И, во-вторых, в-третьих, надо сказать, что, ну, не только в Германии, эти вопросы энергоснабжения, например, давным-давно уже не являются вопросом только каких-то специалистов. Это общественная тематика, потому что нам каждый нужна энергия и так далее. И, например, это самое сразу после того, как появились первые административные станции в Германии, сразу возникло зеленое антидвижение. Вот такой павильон «Сфера» будет в центре казахстанского выставочного городка. Внутри расположатся тематические и международные павильоны. Специально для участников выставки построят гостиницы уровня «5 звезд». Сейчас строя пройдет полным входом. К концу года планируется завершить нулевой цикл всех зданий. Выставка продлится три месяца, вход будет платным. Условно, там от 28 евро, там выше. Но это все связано с тем, что какую прибыль будет иметь экспо. То, что я до этого озвучивал, 283 миллиона евро, мы предполагаем получить доход. То есть в связи с этим, ну, у нас оно имеет свою градацию. То есть точная там цифра. Допустим, если билет покупать на 10 дней, оно меньше цена. Если, допустим, больше, на три месяца, это другая цена. Для, допустим, инвалидов, мы, скажем, другая цена. То есть ноль, да? Для, допустим, малообеспеченных, то есть мы будем какие-то компенсации придумывать. То есть такой фиксированной ставки пока у нас нет. Иностранным гостям не только рассказывали о выставке, графике строительных работ, но и презентовали развлекательную программу. На открытых и закрытых площадках в экспо-городке планируется проводить концерты, спектакли, шоу-программы с участием казахстанских и российских артистов. Особенно тщательно разрабатывается программа дней открытия и закрытия выставки. На сегодняшний день точное количество участников выставки еще неизвестно, но разосланы более 140 приглашений. Уже сейчас многие эксперты говорят, что международная выставка придаст новый импульс для развития астанинской агломерации. Выставочные объекты станут новой народной стройкой, где будут созданы десятки тысяч рабочих мест. В целом Казахстан получит мультипликативный эффект от инвестиций в строительство, туристическую инфраструктуру, гостиничный бизнес. Проведение выставки Экспо 2017 в Астане послужит дополнительным стимулом для экономического и инфраструктурного развития всей республики.